В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгузи Ганшина. Самарский цирк ожидает реконструкции. Предположительно, здание со знаменитой клетчатой кепкой на крыше закроется на ремонт в конце года. Сейчас в цирке проводится косметический ремонт. Устанавливают новые витражи, отремонтируют и потолок, пострадавший от пожара 9 лет назад. Впрочем, все это не мешает артистам показывать шоу, а зрителям восхищаться цирковыми номерами. Самая храбрая собака в мире по кличке Мальта осмеливается кормить льва, который в 25 раз больше нее самой, буквально с ложечки. Чтобы добиться таких трогательных отношений, дрессировщику пришлось сильно постараться. Сейчас Мальта отдыхает, а хищные артисты готовятся к обеду. Бенгальский тигр, изнесенный в Красную книгу нубийские львы, славится особой свирепостью. Но египтянин Хамада Кута, продолжатель известной цирковой династии, не просто приручил их. По взмаху его руки даже самые грозные львы и тигры становятся на задние лапы и готовы выполнять его команды. У меня 8 набадений. Последняя очень серьезная была. И у меня много шрамов в теле. У меня татровка на плечи, она закрывается большой шрам. Эта татровка не просто так красивая, закрывается шрам, потому что у меня костюм открыт такой. Конечно, набадения постоянно есть. Но набадения с хищниками, на дрессировщик. 80% ошибка дрессировщик, не животных. Потому что он хищник. А 20% это будет как... Потому что у него настроение плохое. Потому что весна... Новое шоу на арене Самарского цирка. Это не только трюки с животными, чудеса эквилибристики и смешные клоуны. И это лазерное шоу с эффектом 3D и стереозвук. Артисты говорят, здание цирка в Самаре подходит для того, чтобы удивить публику эффектами и спецэффектами. Последние 10 лет Самарский цирк замер в ожидании реконструкции. Но с приходом нового руководства, в конце прошлого года директором назначена Татьяна Ефремова, цирк начал потихоньку оживать. В холле появились новые колонны, в зале стулья, а старые разбитые витражи меняют на новые. В планах, наконец, и это в начало следующего года реконструкция здания, которая продлится около трех лет. Наш город получит современнейший цирк с современным зданием, современным оборудованием. На это время никак цирк не будет прекращать свою деятельность. То есть, я надеюсь, власти города и области помогут нам в хорошем месте поставить цирк Шапито. И в зимний период мы где-то будем брать дворцы спорта, такие вот площадки, где тепло и комфортно, и проводить цирковые представления. На реконструкцию ориентировочно потребуется почти полтора миллиарда рублей. Деньги будут выделяться из федерального и областного бюджетов. В плане реконструкции и строительства гостиницы для артистов. Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. Тем временем глава администрации Самара Олег Фурсов поручил провести служебную проверку по поводу реконструкции Дома культуры «Пламя». Поводом для этого стало увеличение сметной стоимости объекта почти на 70 миллионов рублей. По информации подрядчика, деньги были вложены в работы. Почему такая ситуация была допущена? С чего согласование это все происходило? И кто планировал какие деньги подрядчику сверх утвержденных смет выделять? Почему эта ситуация допущена? Оттуда вывезли всю пожарную сигнализацию, насколько я понимаю. Значит, клуб эксплуатируется в течение месяца. Людей, так сказать, мы ничем не защищаем. Это что за расхлябанность такая вообще? Вопросы, возникшие вокруг Дома культуры в поселке Прибрежный, будут решать в судебном порядке. Сейчас по факту превышения сметы проверку проводит Госфинконтроль. По результатам будет дано заключение. Также мэр дал поручение разобраться с ситуацией по ледовым площадкам в Самаре. По данным департамента спорта, в областной столице залит 101 каток, но расчищены далеко не все. Как выяснилось, некоторые и вовсе не готовы к использованию. Жалобы от горожан поступают в мэрию в течение месяца. Такая картина, конечно, не во всем городе, а лишь в исключительных местах, например, на Солнечной 53 и на улице Старзагора. Почему функционируют не все катки и кто должен следить за их работой, выясните это. Мэр Самара Олег Фурсов поручил руководителю департамента спорта Виктору Ольховскому еще в середине января. Однако на сегодня проблема оказалась нерешенной. В ряде случаев просто не нашлось желающих залить лед за свой счет. И я же вот хочу видеть среди вас и в вашем лице конкретно, да, людей, которые решают вопросы, они констатируют факты. Вот осталось 20 дней до завершения зимы, да, и вы так спокойно говорите. Вот там не залили, потому что там мы никого не нашли. Ну что, слушайте, ну эта работа должна была быть спланирована еще там в сентябре-октябре прошлого года. Вы куда смотрели-то? К другим темам 20 губернских предприятий вошли в федеральный перечень компаний, на которые делают ставку в области импортозамещения. По оценкам экспертов, сегодня социально-экономическая ситуация в Самарской области стабильная, волнения на рынке труда не наблюдается. Количество вакансий по-прежнему превышает число зарегистрированных безработных граждан. Минэкономразвития региона предоставила план действий по обеспечению устойчивого экономического и социального развития. Комплекс «Мир» разработан в соответствии с поручением председателя правительства страны Дмитрия Медведева. Власти региона окажут поддержку малому и среднему бизнесу, будут привлекать новые инвестиции. Особое внимание уделят исполнению всех социальных гарантий. Нужно оказать поддержку своим ведущим предприятиям, сельсовоспроизводителям, реализовать инновационные проекты, использовать работки своих ученых. Придется проводить гибкую налоговую политику, исключить неэффективные затраты из бюджета и в то же время обеспечить исполнение обязательств социального характера. В рамках стабилизационных мер будет продолжена активная работа по привлечению средств федерального бюджета на территории Самарской области и их эффективному планомерному освоению. С тем, чтобы регион смог как можно быстрее, более активно включиться во все действующие федеральные государственные программы. Есть что предложить самарским молодым ученым новые разработки в медицине и технических науках. Ведущие вузы региона представили свои проекты на выставке инноваций в Самарском государственном университете. Уникальные технические приборы, флоры Самарской области и даже лекарства практически от всех болезней Алина Чемерес погрузилась в мир науки. Получили на входе в детектор разделение смеси это бикэтана, это пропана, изобутана и бутана. Анализ, как вы видите, меньше чем за минуту. На стандартных приборах этот анализ занимает более чем 15 минут. Эта установка скоро плотно войдет в научную среду. Газовый хроматограф, лучший в своем роде аналитический прибор, уверяют разработчики, позволяет определить качественный и количественный состав любой смеси. К примеру, из чего состоит газ в зажигалке. По словам научных сотрудников Самарского аэрокосмического университета, все идет к тому, чтобы поставить на поток производство хроматографа. Создатели прибора уже получили 5 патентов. В течение 20 лет мы занимаемся обслуживанием и ремонтом аналитического оборудования. Мы знаем современные тенденции развития данной отрасли. Помимо всего прочего, на протяжении 40 лет научная школа занималась разработкой хроматографического оборудования, которое в конечном итоге с развитием вычислительной техники вылилось в создание данного прибора. Он работает в беспроводной связи. От технорения отстают и медики. По словам разработчиков, вот эта смесь гуминовых кислот лечит и от боли в суставах, и от аллергии. Лекарства от всех болезней не миф, утверждают в медуниверситете. Пока гуру современной науки демонстрируют свои изобретения, студенты устраивают химическое шоу. Экспозиция должна быть зрелищной. Экспозиция должна рассказывать просто о самых сложных вещах. А дальше начинается творчество, ведь наука – это творчество. И человек, который занимается научным творчеством, он в том числе найдет ресурс, как это объяснить, на самых простых каких-то примерах. Межвузовская выставка инноваций проходит в рамках пятого Всероссийского фестиваля науки. Изобретения самарских ученых привлекли внимание столичных гостей. Самара – очень уникальный город именно в плане разработок. Я говорю прежде всего об аэрокосмических разработках. Это действительно по всей стране славится. Это робототехника, медицина. Мы очень рассчитываем, что благодаря тому рывку, который сейчас есть, в дальнейшем именно Самара станет центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки. Среди посетителей инновационной выставки – самарские школьники. Возможно, кто-то из них, глядя на эти научные разработки, уже определился с будущей профессией. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Стоматологическая помощь стала доступнее маленьким пациентам. В Самарской детской поликлинике номер 3 открылся новый кабинет. Хотя, согласно исследованиям психологов, дентафобия – страх перед стоматологами – одна из самых распространенных фобий. Здесь рушат стереотипы. Марина Кравцова убедилась, лечить зубы можно и с хорошим настроением. Расскажи мне, у тебя зубки паят? Первый рабочий день в новом кабинете – знакомство с маленькими пациентами. Детский стоматолог Екатерина Гафутулина знает, как подружиться даже с самыми капризными пациентами. Она не только зубы лечит, но и избавляет малышей от страха перед стоматологами. С любым ребенком можно найти к нему подход, всегда можно поговорить, всегда все можно объяснить. Если дети приходят со своими игрушками, они обязательно расскажут про своего этого героя, что это, кто это. Если еще врач знает, что это такое, так тем более, это все будет хорошо. Общий язык будет обязательно найден с ребенком. Теперь маленькие жители Самарского и Ленинского районов Самары могут проверить здоровье зубов в детской поликлинике номер 3 на улице Самарская, куда ходят на прием к другим специалистам. Стоматологический кабинет здесь был открыт по просьбам родителей. Их такое сотрудничество двух лечебных учреждений экономит и время, и силы пациентов. Здесь большая часть специалистов, поэтому это удобно. Большую часть мы проводим здесь у врачей. И можно к стоматологу там зайти. В год проходит через центр порядка 2,5 тысяч детей с различными заболеваниями. И, соответственно, стоматологические услуги тоже востребованы. Профилактика в самом раннем возрасте. Залог здоровых зубов на всю жизнь к стоматологу нужно наведываться каждые полгода. Хотя зачастую этим правилом пренебрегают и бегут к врачу, когда уже поздно. Профилактика лечения и даже образование. На наглядных макетах ребят учат, как правильно чистить зубы, чтобы по жизни идти с сияющей улыбкой. А в стоматологическом кабинете надолго не задерживаться. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Количество автошкол в Самарской области уменьшилось в разы. На плаву остались лишь 57 прошедших аккредитацию. Право обучать получили те школы технической оснащенности и профессионализм сотрудников, которые позволяют сделать из чайников настоящих водителей. Павел Баймаков выяснял, каким критериям должны соответствовать автошколы согласно новым правилам. Более 130 автошкол насчитывалось в области еще в прошлом году. Но, по словам специалистов, большинство из них скорее зарабатывали деньги, чем готовили водителей. Во многих учебных заведениях автодромы для тренировок и сдачи экзаменов присутствовали лишь на бумаге. Почему-то кто-то затратил это, а кто-то вообще ничего не сделал и катал, по сути дела учил учеников на различных площадках вдоль берегов, на полях и так далее. Отсутствовал и постоянный штат инструкторов и собственный автопарк, которые у серьезной автошколы быть должны. В итоге полный курс обучения, а самое главное – навыки вождения давались далеко не всем желающим получить водительские права. В лучшем случае теоретическая часть, часть на компьютере, которые могут быть. И далее получение свидетельства об окончании этой школы и свободный уже полет на экзаменационную деятельность. После этого курсант сдавал и по пять, по семь раз. В данном случае он оказывался в следующем. Он больше жалуется на госавтоинспекцию, почему к нему принимают такие строгие меры. А вот на свою школу, которой мы и предлагали обратиться, а почему такое данное обучение? Автошколы, которые пожелали остаться на плаву, все же предприняли все необходимые для этого меры. Закупили новые автомобили, обновили техническую базу и привлекли к работе настоящих профессионалов. Пришлось немножко подкорректировать и автодром, привести в порядок, соответственно, с требованием ГОСТа, соответственно, с требованием нового технического регламента, новой программы обучения. Закупали, потому что у нас манекены закупили, новые тренажеры. Электронный тренажер, это как игра в Денди, то есть человек не боится большой машины. То есть там он сначала научился вождению, а зам управления автомобилей, затем пересаживается уже на автомобиль. Ежегодно водительские права в Самарской области получают порядка 50 тысяч человек. Из-за сокращения количества школ, говорят в госавтоинспекции, эта цифра не уменьшится, но зато должно вырасти качество обучения. Какого-либо ажиотажа не предвидится. И то количество школ, которые есть, они как раз способны, в общем-то, обучить всех желающих. Но надо четко на сегодняшний день понимать, что то количество школ, которые сегодня получили, мы будем их контролировать, чтобы это дальше, в общем-то, все соблюдалось в рамках существующего законодательства. Сейчас право на обучение в Самарской области есть у 57 автошкол, 30 из них в Самаре. С их перечнем и адресами можно и нужно ознакомиться на сайте областного управления ГИБДД. Павел Баймаков, Павел Пресняков, Алексей Золотенков. События. Продолжаем выпуск. Прошло 16 лет, но память о них до сих пор живет в сердцах коллег, родственников, друзей. В областной столице почтили память сотрудников милиции, погибших при пожаре в здании УВД в феврале 99-го года. В течение 16 лет в трагическую дату Вениамин Чернецов приносит цветы к мемориалу. За пять лет до трагедии он ушел на пенсию, но на боевом посту продолжали оставаться его коллеги. Память о них стереть невозможно, рассказывает полковник запаса. Теперь нам остается жить и помнить, жить и помнить, что вот были люди, которые здесь вот высечены имена, которые на этих плитах, которые отдали свою жизнь, были верны клятве. Ну и они в нашей памяти они будут, по крайней мере в моей памяти они будут сеть на живых. 10 февраля 1999 года в страшном пожаре при исполнении служебных обязанностей погибли 57 сотрудников, тогда еще милиция. Довоенная постройка с деревянными перекрытиями внутри вспыхнула, как спичка. Огонь тушили почти сутки. По версии пожарных причиной стало замыкание электропроводки. Все эти годы руководство областного главка продолжает оказывать помощь семьям погибших тогда милиционеров. Мы обязаны, наверное, помогать, всемирную помощь оказывать детям сотрудников погибших при исполнении служебного долга. Потому что ушли родители из жизни. Кто будет заниматься этими вопросами? Конечно, только мы. И мы этим вопросом занимаемся. В церемонии возложения цветов приняли участие представители различных ведомств. В часовне возле мемориала прошла служба в память о погибших. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. 10 февраля и день, когда мы вспоминаем гения русской классики Александра Сергеевича Пушкина. Он ушел из жизни в 1837 году. В День смерти поэта его стихи звучат во всех уголках страны, в том числе и в Самаре. Поклонники его творчества по традиции собрались в сквере имени Пушкина. По Пушкину взрываюсь и парю, лечу в мир сказок и вестей. И так влюбленно говорю, Россия велика поэзией своей. Я великому мастеру падаю в ноги и нисколько сейчас не жалею об этом. Здравствуй, Пушкин. Свои стихи самарские поэты посвящают мастеру и повелителю слова. Он кумир, поэтический наставник, образец для подражания и недостижимый идеал. 10 февраля – трагический для русской поэзии день. 178 лет назад остановилось сердце гения. Звон колоколов Иверского монастыря прозвучал в минуту смерти Александра Сергеевича Пушкина. Он ушел из жизни через два дня после рокового выстрела на дуэли с Дантесом. Почтить память Александра Сергеевича каждый год в сквере его имени собираются поклонники поэзии. Делаем все, чтобы память этому великому нашему поэту никогда не умирала. Долгое время навязываемые извне, чуждые русскому человеку идеалы постепенно уходят. И молодое поколение вспоминает об истинных национальных ценностях. И вновь звучит Пушкин. Я вас любил. Любовь еще быть может. В моей душе угасло не совсем. Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась ты. Как божество. Как вдохновение. Как гений чистой красоты. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью ход ученый. Все ходит в воздухе кругов. Вот только народная тропа к памятнику Пушкину к началу 21 века стала зарастать. О полноценном возрождении говорить еще рано. Ведь вот как Татьяна Толстая в своем романе «Кысь» еще в 2000 году сказала, «Тропу-то к Пушкину пропалывать надо. То, что мы сейчас имеем – это вот такая кроха поклонения Пушкину. Здесь же должны быть, если не тысячи, то сотни людей». Но все же классика в сердцах молодежи находит отклик. Нетленные произведения Пушкина читают, учат, декламируют. Великая поэзия бессмертна. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Банк России вернется к вопросу изменения ключевой ставки уже в марте. Разумеется, все заинтересованные стороны хотят, чтобы ее понизили. Судя по данным из самого Центробанка, там тоже этого хотят. Но не уверены, что ситуация позволит. Ожидается, что решение будет принято 13 марта. За это время специалисты разберутся в ситуации и смогут принять взвешенное решение. Особенно важно снижение ставки для банковского сектора, которому необходимо привлекать новых заемщиков. Правда, эксперты полагают, что ставка будет снижена не более чем на 2%. А это значит, что кредитные ставки по-прежнему будут запредельно высоки. При каждой операции на сумму более 15 тысяч рублей пользователям интернет-кошельков необходимо будет вводить пароль от сайта госуслуг. Такое правило хочет ввести Минкомсвязи. Соответствующая норма содержится в конечном варианте проекта постановления правительства о порядке упрощенной идентификации клиентов-физлиц. Отмечается, что введение новой нормы связано с подключением банков и платежных сервисов к одному из блоков действующего в России электронного правительства. Как сообщается, в данный момент на сайте госуслуг зарегистрировано лишь 13 миллионов россиян. Российский фондовый рынок открылся понижением котировок по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ снизился до 1741 пункта. Среди лидеров падения бумаги Солерса, Яндекса, Новотека, Сургутнефтегаза и Северстали. Лидеры роста акции КамАЗа, ПИК, Интеррао и Алроса. Снижение на российском рынке происходит на фоне негативной динамики европейских и американских индексов, а также низких цен на черное золото. На азиатских рынках преобладают продажи. Курс доллара на 10 февраля 65 рублей 78 копеек. Курс евро 74 рубля 58 копеек. Золото стоит 2627 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 42 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 58 долларов 69 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская дзюдоистка третья на европейском дерби. Самарская шпажистка завоевала золото и серебро на Кубке мира. Еще один Кубок мира выиграл новокуйбышевский боксер. Василий Веткин завершил победой бой с мексиканцем Орландо Фудзи на этапе Кубка мира по боксу. Поединок проходил по правилам полупрофессиональной лиги WSB в пяти раундах. В итоге рефери присудили победу со счетом 2-1 новокуйбышевскому спортсмену. В результате Кубка мира определится судьба олимпийских путевок на игры 2016 года в Бразилии. Самарчанка Алена Комарова привезла две медали с этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров. В Испании за награды сражались более сотни спортсменов. На пути к золоту Комарова заколола двух немок – Надин Штальберг и Ким Троид Гессер. А в финале сдалась полька Барбара Руц. В командном турнире поединки за первое место тоже получились российско-польскими. Но здесь Алене Комаровой досталось серебро при счете 44-45. Кристина Румянцева выиграла бронзовую медаль на открытом турнире Европы под дзюдо. Соревнования собрали лучших борцов планеты в Софии, Болгарии. Самарчанка выступала в весовой категории до 48 килограммов. В схватке за выход в финал Румянцева выступила японской дзюдоистке. Кристина результатом осталась недовольна. По ее словам, она могла выиграть и золотую медаль. Ведь соревнования, начиная с этого года, являются отбором на Олимпийские игры в Бразилии. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok